Музыка Все достаточно банально после окончания музыкального училища. Мне подумалось, что как-то грустно сидеть в оркестровой яме и играть на контрабасе. Но все это посредственно, потому что классику и прочую, даже современную музыку. Но все это достаточно... Меня мало интересовало. Поэтому я стал искать что-то, чтобы могло мне дальше торкнуть и продолжить заниматься музыкой. И вот, значит, прослушивание однажды Sex Pistols и группы Clash натолкнули меня на мысль, что есть великолепная и интересная музыка, которую почему-то я обошел стороной в свое время. И это был первый посыл к тому, чтобы начать увлекаться панк-роком. То, что начинались как раз 90-е годы, и социальные потрясения, это как раз период правления президента Ельцина. И социальные потрясения, теракты, бандитско-ментовской беспредел, отсутствие каких-то продуктов жизненных питаний, политика, войны в Югославии, все это вместе, конечно же, панк-рок нес социальную подоплеку. И это было первоосновой для меня, стало первоосновой, чтобы серьезно увлечься и посвятить большую часть своей жизни музыке под названием панк-рок. Идея создать сборник панк-революции возникла не на пустом месте. Предыстория такова, что в начале был панк-рок-фестиваль, посвященный 20-летию группы Sex Pistols и движения панков в Британии. И панк-революция 95-го года успешно переросла в фестиваль 96-го года, и так примерно до 2000-го года проходили подобные мероприятия. Очень массово, красочно, драйвово. И первый сборник панк-революции был выпущен в декабре 1996-го года. Я считаю, что это было важное век восстановления российского панк-рока, потому что была дана возможность молодым и малоизвестным группам проявить себя и запечатлеть свое творчество на годы вперед. Соответственно, когда этот сборник, тогда же очень мало было всякой информации, а тем более по панк-року отечественному. И когда по стране прокатилась волна панк-революции, и, соответственно, были выпущены кассеты одноименного фестиваля, конечно же, это всколыхнуло до самых окраин молодежь. И сборник этот имел очень знаковое значение, потому что там ковался и становился не только панк-рок, там формировалась сама идея панк-рока. Это, скажем так, очередная волна, потому что до этого был сибирский панк-рок. Но вы все это можете посмотреть как бы в других фильмах, об этом хорошо рассказано. А московский панк-рок, он формировался именно в Москве. До этого была рок-лаборатория, а из рок-лаборатории уже, например, такие группы, как «Четыре таракана» и «Чудо-юдо», они поддержали эту идею. И в 95-м году осенью состоялся фестиваль «Панк-рок-революция-1». На этот фестиваль также попала группа «Фурген», группа «Идиоты», «Панк-империя» и еще несколько команд. И все мы вместе, а для АЗ это было становление, что касается моей группы АЗ, это было становление очень такое осознанное, порой очень непростое, но это, наверное, отдельная тема. А что касается сборника «Панк-революция», он действительно сослужил отличную службу для... Я даже думаю, что сейчас новая волна панк-рока начинается, и ничего не бывает без корней. Вот корни, одни из корней, это в московском панк-роке, и как документ, подтверждающий историю этого движения, это кассета и сборник «Панк-революция». Собралась группа очень просто, по объявлению, написал объявление, что требуется в группу гитарист и барабанщик. Развесил это объявление на многих-многих столбах вокруг рок-кафешек и прочих-прочих там, рок-магазинчиков. И через какое-то время начали звонить ребята. Так начиналась группа АСС. А закалялись мы. Панк-революция, АСС, это для группы АСС, можно сказать, первый серьезный шаг. Это именно то, с чего я вот сегодня начал отвечать на вопросы. Именно панк-революция, выпуск кассет и прочее, прочее. Соответственно, все это не было на пустом месте. Этим занималась корпорация тяжелого рока. И тогда это было круто для кого-то. А для кого-то это было даже не круто. Мы не задумывались. Мы просто делали свое дело. Группа АСС, это группа, которая и сейчас, я надеюсь, еще многие годы вперед, будет играть по городам и весям нашей необъятной родины. Играть как и старые известные проверенные боевики, так и новые песни. И все это будет продолжаться. Я лично считаю, когда говорят, что легендарная, культовая, ну это применительно вообще к любой группе, которая много-много лет уже занимается конкретно каким-то творчеством. Это правильно только с одной стороны. Главное, действующая боевая единица. И что эта группа несет в своем творчестве. Ведь важно не момент плакатности, а момент художественности. Художественности в текстах, художественности и радикализма в музыке. Вот для меня анархия, это в первую очередь была, так как я пришел из классической музыки, для меня это была революция в плане того, что я не хотел больше заниматься классикой, а хотел при помощи панк-рока, а отчасти так и получилось, просто долбануть по тому, что уже привыкли все. То есть медленному, размеренному течению времени. Поэтому группа Аз и другие группы, которые уже много-много лет существуют и продолжают заниматься панк-роком и хардкор-панком, вот. Это для меня не просто какие-то рок-стары, вот. Это действующая боевая единица, которая движет, движет и еще раз показывает, что имеет смысл быть. А это самое главное. Быть. Труднее всего быть. Как сказал апостол Павел, все можно, но не все полезно. Так вот, когда начинался панк-рок, все придерживались одних взглядов. Против панков, ну и металлиста в том числе, были гопники и система. И к нулевым годам вся эта большая панк-тусня, она выросла. И, соответственно, я так понимаю, что ребятам стало неинтересно просто быть панками, стричь и ракеза. Их начали интересовать какие-то более серьезные вопросы. Соответственно, одни заняли правые взгляды, другие заняли более радикальные левые взгляды. Соответственно, как бы, ну это извечная проблема, поиск врага, это, наверное, громкое слово, но несогласного с твоим мнением. Привело в разные, так сказать, ряды тех, кто, например, до этого были все вместе. Это, так сказать, в общих чертах. Лично я считаю, что панк объединяет всех нас. И остаюсь приверженцем старой школы, анархия, и ракезы, слэм, дружба. Взгляды были самые радикальные. Достаточно сказать, что подкреплялись мои музыкальные опусы такими лозунгами, которые я придумал и использовал, и до сих пор они в ходу. Анархию в кровь, что расшифровывается как «здесь и сейчас». Хаос миру необходим. Против зомбирования масс, средствами массовой информации и прочими социальными паразитами. Соответственно, эти лозунги и музыка, оно все вместе является мощной составляющей панк-рока группа АС. Как сказал, по-моему, Александр Сергеевич Пушкин, не пропадет наш скорбный труд и дум высокого стремления. Конечно, радует, что подросшее поколение пошло в панк-рок. И в панк-рок в том числе. А подросшее поколение, оно ищет смысл, так же, как и мы в свое время, в том, что скрывает систему, пытается завуалировать сладкой водичкой, которая льется со всех щелей, тиви и прочей-прочей лабуды. Я думаю, я не одинок в этом смысле, потому что нельзя расти бесхребетными амебами, бесхребетными, и думать, что весь мир – это райские кущи, и стоит стать менеджером по какому-либо дерьму, и жизнь состоялась. Нет, ребята, весь мир – бардак. Так что в этом бардаке очень главное не потеряться. Это не с точки зрения назидания, а с точки зрения позиции. Потому что нельзя давать возможность никому распоряжаться собственной судьбой, ее надо строить самому. На моем веку было достаточно женщин, которые вдохновляли меня на написание каких-то песен, на приключения. Но пока что семейная жизнь поет романсы, а черепах и группа АС продолжают упорно штурмовать российские просторы. И я всегда считал и считаю, что он и она должны смотреть в одну сторону, не друг на друга, а в одну сторону. А это уже сложно. Поэтому пока не нашлась такая герла, я думаю, что самая женщина, которая никогда не изменит – это вот моя гитара. Продолжение следует...